Здравствуйте! В эфире телеканала МТВ «Время новостей» в студии Алина Успенская. В начале выпуска коротко о событиях, которые вы увидите на нашем телеканале сегодня. Неизведанная подземка. Журналисты и блогеры спустятся в тоннель, по которому проезжает скоростной трамвай и увидят помещения, скрытые от глаз пассажиров. В Волгограде устанавливают праздничные елки. Сегодня символ Нового года смонтируют в Краснооктябрьском районе. И первые елочные базары тоже начинают работу. Посмотрим, какой выбор предлагают предприниматели. Также мои коллеги расскажут, как провести новогодние праздники без гриппа и ОРВИ. А теперь о главных событиях к этому часу. Все флаги в гости к нам. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и генеральный директор корпорации «Туризм РФ» Сергей Суханов подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии. Стратегическим проектом станет комплексное развитие туристической зоны на системе островов Голодный и Сарпинский. Волгоградская область имеет большой туристический потенциал. На территории региона развиваются патриотический, культурно-познавательный, экологический, этнографический, круизный, лечебно-оздоровительный, событийный, детский, промышленный, сельский и другие виды туризма. Особое внимание власти уделяют созданию инфраструктуры, привлечению инвестиций в эту сферу. Договор с корпорацией «Туризм РФ» по острову Сарпинске выводит эту работу на новый уровень. Уверен, что этот проект при его реализации позволит нашим жителям с одной стороны отдохнуть, а с другой стороны узнать нашу историю. И для нас очень важно, что такое подписание, Дмитрий Николаевич, по вашей инициативе, состоялось непосредственно в дни подготовки к 80-летию победы в Сталинградской битве. К 2030 году за счет создаваемой инфраструктуры поставлены цели удвоить туристический поток в Архангельской, Волгоградской, Челябинской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае. Все места уже достаточно известные и любимые нашими туристами. Это, конечно, и знаменитые минеральные источники в Кавказе, и Соловецкий монастырь Архангельской области, и, безусловно, Мамаев-Курган наше место с силой, и озеро Эльтон, и, конечно, это термальные источники Тюмени, и самое высокогорное озеро Челябинской области. Глава Волгограда Владимир Марченко отметил важность этого шага для реализации стратегического проекта, который обладает большой инвестиционной привлекательностью и для региона, и города-героя. Проект включает большой комплекс инфраструктурных сооружений. Это и дороги, это мосты, это образовательный кластер, это общественно-деловая зона, инфраструктура общественно-деловой зоны, ну и, конечно же, туристическое направление. То есть это очень хороший задел в программу реализации и развития города Волгограда на 10 лет вперед. Остров Сарпинский – уникальная природная жемчужина, часть Кировского района Волгограда. На острове расположены 25 озер, протяженность пляжной зоны 60 километров, оборудованы 6 причалов, паромная переправа. Масштабный проект развития Сарпинского разработан командой специалистов, чтобы остров стал более доступным для жителей и гостей Волгограда и смог привлечь в город новых туристов. Соглашение откроет дополнительные возможности для привлечения средств, в том числе и с федерального бюджета. Волгоградская область входит в число одних из самых популярных туристических направлений страны. Бюджет Волгограда на ближайшие три года утвержден в первом чтении на заседании Городской думы. Несмотря на непростые экономические условия, главный финансовый документ учитывает все социальные обязательства. Это и строительство детских садов, школ, обновление дорожного полотна, развитие городской среды, и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Что еще обсудили и какие решения приняли, расскажет Любовь Макарова. На повестке дня более 20 вопросов, но основное внимание бюджетной политики. Так, с учетом поправок, одобренных профильными комитетами, депутаты утвердили основные характеристики главного финансового документа города. За последние 5-6 лет бюджет при принятии у нас вырос практически в два раза. Если совсем недавно мы принимали бюджет, который был равен чуть более 15 миллиардов рублей, то первый раз на 2023 год предусмотренный параметр бюджета выше 34 миллиардов рублей. Значительная часть доходов приходится на безвозмездные поступления из регионального бюджета. Это 26,4 миллиардов рублей. На 2024 и 2025 годы главные параметры планируются в объеме 35,5 миллиардов рублей. На заседании также приняли решение о награждении почетным знаком «Материнская слава» двух волгоградок. А одаренным школьникам и студентам присудили на следующий учебный год ежемесячные стипендии. Это ежегодная поддержка одаренных талантливых детей, которые не просто занимаются танцами, спортом или какие-то достижения у них есть в науке, но это уже спорт высоких достижений, это олимпиады всероссийского уровня. Также на заседании Думы сегодня впервые в истории города пятеро волгоградцев удостоены почетного знака за развитие добровольчества. Награда учреждена муниципалитетом по инициативе волгоградской молодежи в конце прошлого года. Первые награжденные – волонтеры в возрасте от 21 до 66 лет. Они спасают детей, помогают пожилым людям, участвуют в крупных всероссийских проектах и поддерживают семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Я думаю, что коллеги, это очень правильно, что мы с вами его утвердили. Есть люди, которых мы должны благодарить за их добровольческую деятельность. Награждение пройдет в ближайшее время в торжественной обстановке. Отметим, что таким образом Волгоград пополнил список городов, где заслуги волонтеров будут отмечаться на муниципальном уровне ежегодно. Любовь Макарова, Андрей Кирсанов, Время новостей. Теплые и душевные разговоры по телефону с родными и близкими, которые живут далеко, и мгновенный доступ к миллиону новостей и фактов. В хуторе Папки Котовского района раньше мобильной связи не было совсем. Уже сейчас жителям отдаленного поселения доступны не только голосовые услуги, но и высокоскоростной интернет. В хуторе запустили базовую станцию Теле-2 с подробностями Лелы Джамалеева. Теперь услышать по телефону милые сердцу голоса жители хутора могут в любой точке населенного пункта. А также посмотреть сериал, пройти в онлайн-обучение или воспользоваться цифровыми сервисами. В хуторе Папки более 1300 жителей, и каждый получил возможность быть на связи благодаря Теле-2. Диджитал-технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они открывают большие возможности для людей и для бизнеса. Поэтому Теле-2 проводит планомерную работу по устранению цифрового неравенства. Этот проект, который был реализован совместно с коммерческим предприятием, является уникальным и важным опытом партнерства в сфере телекоммуникации. Подобное сотрудничество способствует ускорению цифровизации и экономическому росту региона. Реализация проекта стала возможной благодаря партнерству оператора с предприятием «Агроюг», а также при участии администрации Котовского района и Комитета информационных технологий Волгоградской области. При частичном финансировании со стороны организации Теле-2 установила новый объект связи. Мы очень рады, что на сегодняшний день у нас появилась устойчивая сотовая связь Теле-2, которая перед нашим хутором открывает определенные возможности. Это и в качестве нашего бизнеса, сельхозпредприятия, и в целом для жизни населения. Хотелось бы сказать слова благодарности всем, кто на сегодняшний день принимал участие в этом большом, грандиозном для нас проекте. Строительство базовой станции на территории хутора позволило обеспечить услугами мобильной связи не только местных жителей, но и около 400 работников производства, часть из которых приезжает из соседних населенных пунктов. Сегодня в зоне устойчивого покрытия 2G и 4G Теле-2 проживают 99% жителей Волгоградской области. Где в Волгограде появятся елочные базары, субсидии на оплату услуг ЖКХ, и как мошенники перехватывают звонки и СМС. В эфире краткий обзор самых читаемых публикаций информационного портала МТВ.Онлайн. Врачи напомнили волгоградцам о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Главные способы профилактики сезонных заболеваний – вакцинация и соблюдение мер индивидуальной защиты. Большое значение имеют сон и правильное питание. Читайте на МТВ.Онлайн, как депутат Госдумы прокомментировал идею переименовать Волгоград в Сталинград. Жители Волгоградской области получили почти 770 миллионов рублей субсидий на уплату услуг ЖКХ. Данные опубликовал Волгоградстат. В преддверии новогодних праздников в Волгограде началась подготовка территорий под елочные базары. Полный список адресов елочных рынков читайте на МТВ.Онлайн. Волгоградцев приглашают на мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки. 9 декабря на пригородном вокзале Волгограда. С выше 9 тысяч 11-ти классников региона пишут итоговое сочинение. Работа является допуском государственной итоговой аттестации и оценивается по системе «Зачет-Незачет». Подробности на МТВ.Онлайн. А также читайте на нашем портале, как уставшим от работы волгоградцам взять дополнительный выходной. Индийский астролог предсказал, когда завершится спецоперация на Украине. Он не сомневается, что Новый год принесет много неожиданностей. И как мошенники перехватывают звонки и СМС. Об этом не только читайте и смотрите на портале МТВ.Онлайн. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. Делитесь собственным мнением в комментариях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале МТВ.Онлайн. А полная коллекция видео на РУТУБ.РУ. Не пропустите главное – подписывайтесь на наш канал. А на этом у меня все. Встретимся в эфире МТВ уже совсем скоро. Не переключайтесь. Сегодня днем по области и Волгограде преимущественно ясная погода. Ветер восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха – минус 11, минус 9 градусов. Продолжение следует...